Сейчас анонс программы «Персона Грата», которая выйдет в эфир сразу после этого выпуска новостей. Династии фотографов Агибаловых более 100 лет. Виталий Агибалов первый из этой семьи фотомастеров, добившийся признания и успеха в Америке. Сегодня он гость программы «Персона Грата». В студии с ним беседует Михаил Гусин. Здравствуйте! В эфире программа «Персона Грата». И у нас сегодня в гостях фотограф Виталий Агибалов. Здравствуйте, Виталий! Здравствуйте! Я знаю, что вы родились, если не в рубашке, то с фотоаппаратом в руках. Собственно, деваться вам было некуда. Фотографам вам было быть определено судьбой. Как это сложилось? Вот такая династия фотографов, которой на сегодня больше 100 лет. Все началось с прабабушки Анастасии Потихонченко. Она была фотографом, то есть ее муж выучил золото в Германии. Подождите, прабабушка это какие же годы? 1905 год. Женщина в 1905 году заболела фотографией. Уже интересно. У нас вообще в семье все любят либо художники, либо как-то связанные с искусством. И да, все началось с прабабушки. Она, значит, выучилась на фотографа и стала довольно-таки одна из... На то время была одна из известных фотографов. И потом прабабушка, вернее прабабушка, потом бабушка, потом папа. Ну я. Папа немножко отошел от фотографии. Он был инженером еще так же. Но он до сих пор снимает в Краснодаре. И они переехали просто в Краснодар через некоторое время. Я родился в Краснодаре. И, как говорится, такая семейная традиция. То есть вы родились, и вам, наверное, первая игрушка, которую подарили, был фотоаппарат? На самом деле, да. Я взял первый раз «Зенит В», по-моему, в руки. Был такой фотоаппарат. Но когда начал снимать, мне папа подарил практику. Практика был первый фотоаппарат, потом через некоторое время Nikon. Но это уже было более серьезное оборудование. Это когда-то мне лет 15 было. Я уже снимал. То есть я снимал. У меня было 10 школ где-то. Я ходил, снимал портреты. Ну то, что вот на чем, на том, что фотографы зарабатывают в России. И потом я работал с модельными агентствами, с рекламными агентствами. И, в принципе, все так и проходило в таком духе. Зачем тогда, если все так успешно складывалось, вам было нырять в такой город, как Нью-Йорк? Опасный город для фотографа? О, нет, я вам не скажу так. Вы знаете, я проехал в Европе, очень много было. Я проехал практически всю Европу, за исключением Греции, Испании, Португалии. А так, в принципе, везде было. И по роду, так как я еще как бы для журнала работал, газета «Аргументы и факты», газета «Иностранец», немножко сотрудничал. Я освещал спортивные какие-то соревнования. Тогда был очень веломобильный спорт. Также я тоже самый спорт, КМС по велоспорту когда-то был. И потом просто ездил туда, фотографировал. Но там, в Европе, если ты не родился в Европе, особенно в Германии, когда я жил, мне как бы говорили, что вот ты, конечно, на 25% как бы швед, но ты, пожалуйста, живи в русской комьюнити и работай там. То есть не давали как бы продвижения. А в Америке здесь не важно, кто ты, что ты. Главное, что ты делаешь. Ну, ты знаешь, в любом случае фотографическое вот это братство, содружество, оно довольно снопское. Пробиться туда довольно сложно. Тут уж, как говорится, на вкус и свет товарищей нет. Тебе это удалось. Как? Были такие трудные времена, когда там, допустим, было трудно заплатить за студию, или еще когда у меня фотостудия в Манхэттене. Но все равно, даже в такие сложные времена, я все равно как бы утешался тем, что я делаю любимое дело. Когда приехал в Америку, мне нужно было в два дня найти себе и работу, и жилье. Нашел себе работу помощником повара, так как я еще вкусно готовлю иногда, когда есть желание в Риме. Мужчину, чьи это мечты? Наверное. И устроился работать помощником повара. Проработал где-то полгода, потом просто открыл Yellow Pages, и думаю, посмотрел самых крупных фотографов, естественно, портретистов тоже. И пошел просто так вот... Не скромничая, так сразу хороших фотографов. Да, естественно, по рекламе видно сразу. Пошел, значит, думаю, вдруг... И правда, пять студий прошел, шесть студий прошел, отказали. В седьмой студии ему понравилось мое портфолио, и он взял меня ассистентом. Я ему, скажем так, я ему свет ставил. На самом деле он портретист, но он был очень так зажат к какому-то определенному свету. А я ему показал вариацию нескольких разных. Он так очень обрадовался. Он до сих пор меня вспоминает, говорит, Вот если бы не ты, я бы, наверное, пять так же бы снимал. И я у него проработал где-то полгода. Потом, да, еще у меня с английским были большие проблемы. Я когда приехал, практически не говорил по-английски. То есть я выучил английский язык, я стал менеджером этой студии. И потом, в конце концов, когда я уже стал очень хорошо говорить по-английски, он, ему где-то лет 65 уже, он уже в возрасте, говорит, все, я хочу расслабиться. Ты, когда клиенты приходят, говори, что ты Барри Бернс. А я говорю, а как с моим акцентом? Ничего, что? Он говорит, никто на это внимания не предусматривает, что ты из Европы. И так я стал работать вместо него. И потом, в 2001 году я решил, что пора, и стал свое дело, как говорится, делать. И отдельно свою студию открыл. На сегодня ты лицо компании Hansel. Hansel USA. Как удалось подняться на эту вершину, и что это за компания? Компания Hansel USA – это компания, которая производит профессиональный фотосвет для профессионалов-фотографов. Значит, был конкурс, где-то 20 тысяч фотографов. Мне не говорили точно, но мне сказали, что от 20 до 50 тысяч фотографов. Подали свои заявки и свои работы. И я попал в шестерку лучших фотографов в этой компании. И потом, где-то через месяц, они мне объявили, что я стал лицом этой компании, так как они признали меня одним из лучших в том году. И это было опубликовано в журнале Digital Photo. И по всем городам Америки продается Barney Nobles. И после этого стало, как говорится, немножко легче стало. Люди стали обращать внимание. Я стал работать с большими агентствами. Попал в журнал Daily, The Daily Fashion, на роль house photographer для Fashion Week, то, что происходит в Брайан Паркер. И делаю еще много очень разных эдиториалов, обложек для Брайдл-журналов, как и в России, журнал Wedding, так и здесь. Брайдс, Зенат, Брайдл-гайд. Очень много публикаций, с кем я сотрудничаю. Я сделал два больших каталога для Disney World. Они сейчас делают Брайдл-линию. И я сделал для них два каталога. И тоже мне, в принципе, принесло такую новую ветку клиентов больших. Вот, кстати, о клиентах хотелось бы узнать. Вот наиболее значимые работы в твоей биографии и персоны, с которыми вот тебя свел фотоаппарат. Вот буквально несколько дней назад ко мне приходила фотографироваться Анна Никитична Михалкова. Было очень приятно с ней поработать. Очень интересная женщина. Потом, где-то недели две-три назад я снимал Наталью Рудакову. Она голливудская актриса. Очень большого, известная сейчас, так как она снялась в фильме. Перевозчик-3 или Транспортер-3. Вот. Тоже буквально совсем недавно фотографировалась невеста Алика Болдуина. Они уже где-то четыре года вместе. Вот. Планируют свадьбу. Надеюсь, я им тоже свадьбу буду снимать. Тогда и жених попадет. И жених, конечно. Нет, жених. Кстати, ему понравились фотографии. Он хочет сам ко мне прийти пофотографироваться. И, в принципе, сейчас так больше и больше снимаю людей, скажем так, из Голливуда, певцов. Я сейчас работаю над книжкой. Я хочу сделать книгу для фонда детей больных лукемий. Я делаю книжку с различными селебритами. Допустим, певцы, деятели искусства, актеры. И желательно так, чтобы у них какие-то были русские корни. Допустим, как у Леонардо де Каприо бабушка была русская. А потом у Сталлоне. Да, у Сталлоне. Мы не говорим уже о Милой Йович или Натали Портман. Родители русские с двух сторон. И вот такого плана людей я хотел бы включить в эту книгу. Я просто хочу сделать очень красивые фотографии. Показать всю красоту человека внутреннюю. И чтобы потом эта книга послужила для этих фондов каким-то материальным благом. Ты назвал издания и журналы, в которых тебе удалось опубликоваться, которые признали твоя работа. Но наверняка есть те издания, которые пока не покорились, а тебе хочется. Есть такая мечта попасть. Да, конечно же. Я очень хочу работать на Канденаст, сотрудничать с Анной Вентурой. Это главный эдитер журнала Vogue. Это, пожалуй, моя самая большая мечта. И, конечно же, когда-нибудь в один прекрасный день, когда я выйду на тайм, скоро увижу все билборды сделаны. Но я, наверное, скажу, да, чего-то я достигну. Жизнь удалась. Жизнь удалась, действительно. Ну, я надеюсь, это будет в ближайшем будущем. Вот каково твое кредо как художника? Что для тебя самое важное в тех направлениях фотографических, в которых ты работаешь? А это и работа с моделями, это и портретная фотография, и пейзажи. Я, пожалуй, я не пытаюсь изобрести колесо, оно уже было давно изобретено. Но я пытаюсь сделать фотографиями как можно красивее. Я работаю в основном с женщинами, конечно же, специализируясь на женских портретах. Да, естественно. И я пытаюсь сделать женщину, показать ее духовный мир внутренний и как-то работу эмоционально с ней, чтобы женщина была как можно красивее, как можно сексуальнее. Когда люди посмотрели на фотографии, сказали, вау, вот это да. То есть я работаю как бы за камерой и пытаюсь вызвать чувства у людей такие, чтобы люди отвлеклись и не обращали больше внимания, как бы вот эта вот энергия. Сегодня, когда ты говоришь, я работаю, у меня сразу такой вопрос возникает. Мне неоднократно доводилось бывать в лабораториях фотографов, в частности, такой знаменитости, как Анна Лейбовец. Человек 50, наверное, обслуживает студию, ставит свет, много сует и шума. Потом приходит Анна Лейбовец, наживает на кнопку, фотограф щелкает, и деньги вылетают. Вот поэтому создается впечатление, что это уже давно коллективный труд. Вы знаете, все-таки вот я работаю по-другому. Я, когда вот, допустим, мне недавно снималась Оливия Палермо, она главную роль играет в сериале, в НТВ, сериал «The City» называется. Она довольно-таки известная селебрити здесь в Америке, конкурентка Перис Хилтон и Лидии Хёрст. И вот она, кстати, очень сильно удивилась, когда она ко мне пришла, пофотографировалась, и, кстати, очень понравилось, агентство тоже понравилось. Она сказала, первый раз я пришла к фотографу, который работает без ассистентов. То есть я работаю, когда один на один, я пытаюсь всех попросить выйти из студии, и чтобы человек не отвлекался. Тогда человек буквально там, я не знаю, 10 минут, 15 минут, полчаса, в самом худшем случае, расслабляется, и он выдает мне вот эти эмоции, все, что нужно. Я ловлю просто, я постоянно беседую с человеком, какие-то вопросы задаю интересные, и человек расслабляется, он реагирует. И получаются поэтому такие живые фотографии, не зажатые, как на паспорт. На сегодняшний день, оттолкнувшись от тех достижений, которые у тебя есть, какие вершины ты считаешь для себя непокоренными? Какие жанры впереди? Рекламная фотография, пожалуй, вот это то, что я хочу делать. Я хочу делать большие корпорации, большие рекламы, как компания «Вагнер», «Виста», вот с такими корпорациями работать. Я хочу, я сейчас работаю вот над одной книжкой, над другой книжкой, это книжка по свадебной фотографии, помощь, советы начинающим фотографам. Вот есть какие-то лица, конкретные персоны, которых бы ты мечтал сфотографировать? Да, конечно, это Синди Кроффорд. Я ее люблю, я не знаю, уже лет 10, наверное. Естественно, она уже как бы отошла от этого дела. Но все равно, то есть, почему вы как бы меня признали лицом компании «Хэнсел»? Потому что я умею пользоваться светом, и под определенным углом не нужно даже фотошопа. Не надо абсолютно, просто под углом, правильным углом направить источник света, и я могу взять сразу так, лет так 10-15, сразу снять с человека. И просто человек будет выглядеть по-другому совсем. Ну, во-первых, желаю тебе, чтобы Синди Кроффорд сдалась, позвонили от нее и предложили посниматься. Во-вторых, чтобы на «Тайм-скуэр» действительно висели твои фотографии. В общем, все, что у тебя в мечтах, мы желаем, чтобы исполнилось. И самое главное, чтобы династия фотографов, вековая, продолжалась в тебе, может быть, в твоих детях. Наша передача закончена. И я еще раз вам напоминаю, что в гостях у программы «Персона Грата» сегодня был фотомастер Виталий Агибалов. Всего вам доброго.